Уважаемые товарищи, давайте попытаемся получить полную картину нынешней работы и перспективы развития стратегической для нас отрасли топливно-энергетического комплекса. От надежности его работы и мощности зависит вся наша экономика и национальная безопасность. Это показали события конца прошлого и начала этого года, когда мы вынуждены были бороться за бочку нефти и кубометр газа, которых, кстати, сегодня на рынке бери не хочу. Во-первых, государство вложило немало средств в модернизацию энергетики. И сегодня предприятия энергосистемы, в том числе нефтеперерабатывающие заводы, по техническому, своему технологическому оснащению, находятся на таком же уровне, что и ведущие европейские государства. Такие же предприятия в Европе имеют такой же технический и технологический уровень, что и наши. В настоящий момент мы реализуем крупнейший инвестиционный проект в истории страны – возводим белорусскую атомную электростанцию. Строительство первого энергоблока завершено. В реактор загружены кассеты с топливом. Впереди еще один важнейший этап – включение атомной станции в энергосистему страны и выход первого блока на полную мощность. Мир Николаевич, я попрошу, найдите место президенту для посещения и участия в важнейшем этапе начала работы атомной станции. На завершающей стадии модернизация двух наших нефтеперерабатывающих предприятий – «Нафтана» и «Мозорского НПЗ». Поэтому хотел бы услышать четкие ответы на самые актуальные вопросы. Во-первых, насколько готова существующая инфраструктура к работе в новых условиях. Во-вторых, какие у нас прогнозы по тарифам, насколько они снизятся для всех категорий потребителей. Об электричестве речь. От председателя Белнефтехима хотел бы услышать ответы на вопросы. Во-первых, каковы прогнозы по поставкам и переработке нефти до конца этого года. Во-вторых, какие планы на 2021 год, что с альтернативными поставками нефти, насколько они стабильны по договоренностям, в том числе и природного газа. Во-вторых, как идет работа по развитию инфраструктуры для хранения запасов нефти и нефтепродуктов. В какой стадии процесс строительства перемычки между нефтеперерабатывающими заводами. В-третьих, на каком этапе модернизация этих заводов. У нас прописаны конкретные сроки. На Нафтане уже через месяц должна быть получена новая продукция. Хотел бы увидеть эту продукцию лично. На Мозорском нефтеперерабатывающем заводе в то же время должны завершиться сварочные и монтажные работы на трубопроводах высокого давления. Как здесь обстоят дела? Четвертое. Как реализуется стратегия развития нефтехимического комплекса до 2030 года? Хочу услышать информацию от правительства. Во-первых, куда вы собираетесь направить тот дополнительный объем электрической энергии, который скоро у нас появится? Кто ее купит и как будем использовать? И каковы перспективы экспорта электрической энергии? И второй вопрос к правительству. Что вы намерены делать с проблемными предприятиями концерна? Концерна.